Приветствую, друзья! С вами я, Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Продолжаем тему исцеляющего сознания. Каждый человек на самом деле это осознанное духовное существо. И когда даже я говорю о болезнях, почему человек болеет? Потому что что-то есть какое-то непонимание, неосознавание. То есть человек чего-то не осознает, и из-за этого происходит то, что мы называем болезнью. То есть болезнь как проявление того, что показывает человеку. Вот смотри, обрати на это внимание. Даже когда мы говорим о каких-то смертельных вирусах, как вот вирус, которым пугают сейчас многих, это все равно проявление определенного пространства. То есть пространство показывает, посмотрите, друзья, обратите внимание на это. И мы должны понять, почему это происходит. Так же как с человеком, если у него, например, простуда. Почему простуда у него возникла? Мы смотрим, углубляемся, и бывает человек понимает, что тут даже есть определенная вторичная выгода. Да, что человек от чего-то хочет отстраниться. Или простуда хочет ему показать, что нужно обратить внимание на свое тело. Что в теле есть какое-то состояние, на которое он не обращает внимания. И эта простуда говорит, посмотри, вот оно. И когда человек обращает на это внимание, это уходит. Точно так же проявляется, например, головная боль. Или какое-то состояние даже, которое можно назвать неизлечимой болезнью, как рак или спид, или там еще какое-то состояние. То есть все это состояние. И когда люди говорят, окей, мы, ну вроде бы как бы все было хорошо, и тут бах, это произошло. Нет, они уже что-то пропустили. То есть пропустили один шаг, второй, третий шаг. И вот когда таких шагов пропущено достаточно много, человек начинает впадать в состояние уныния, тоски, попадает в негативное состояние, и, соответственно, в этом состоянии подавленности он начинает болеть. То есть болезнь, что это такое, да? Можно сказать, еще не дух, хворь. Это не целостность. То есть целостность, это когда мы осознаны. В осознанности рождается самое важное. То есть что такое осознанность? Это когда состояние, когда мы понимаем, что происходит с нами, что происходит с другими людьми. И это мы уже не интерпретируем как-то, а мы смотрим, почему это возникает. Вот в процессинге, да, например, я человеку помогаю посмотреть, откуда эта болезнь возникла и почему она у человека, да? То есть есть психосоматические причины заболевания, как это сформировалось. И есть еще понимание, почему это вообще у человека, да? То есть есть такие книги, да, которые вы можете тоже почитать. Болезнь как язык души, болезнь как по Керуде Геродальке или, например, новая германская медицина, да, в которой показывается, почему вообще и что хочет принести это нам болезнь, да? То есть какой она момент открывает. И вот когда мы с помощью сознания смотрим на это, это уходит. И вот поэтому я говорю, что любое заболевание, оно не лечится медикаментозно, да? То есть можно, конечно, проводить программу очищения, да, с помощью различных трав, да, методов, допустим, уменьшения питания, перехода на растительную живую пищу. Все это очень хорошо помогает. Но опять же, это помогает в определенной степени телу очиститься. И дальше надо очищать сознание. То есть если вы не идете по этому этапу, то есть, например, очистили тело, но дальше сознание не очистили, вот происходит такой момент, что это происходит как капсуляция, да? То есть накапливается, накапливается, и сознание уже не может дальше с этим справиться. То есть оно начинает разрушать, происходит разрушение как на уровне ума, так и на уровне тела. И вот в этом состоянии, что происходит с человеком? Он начинает болеть, то, что мы видим, то, что мы называем болением. Хотя это процесс, который показывает, что надо просто понять, обратить внимание на тело и разум. И вот когда мы в помощь процессинга смотрим на это, мы смотрим, посмотрите, вот у человека, например, головная боль. Но что эта головная боль ему показывает, да? То есть как она сформировалась? И в этот момент мы исследуем и двигаемся глубже, двигаемся в случае, откуда это приходит. И тогда состояние у человека выправляется, он начинает жить осознанной счастливой жизнью. Вот что происходит. То есть происходит переосознавание. То есть вот в таком состоянии сознания, например, чего-то человек не осознает. И эта болезнь говорит, посмотри, вот тут есть что-то, что ты не чувствуешь. То есть, например, ты не чувствуешь, что надо поговорить со своими родными. Ты не чувствуешь, что важно заниматься физкультурой или спортом. Или ты не чувствуешь, что не нужно столько работать, что важно уделять внимание самому себе очищению организма, занятиям спортом или каким-то другим вещам. Вот что происходит. И в этом состоянии человек начинает смотреть больше, глубже. То есть вот получается, что это язык души, который показывает, друзья, посмотрите на это. Это во многих книгах показано, да, есть определенные таблицы, как, например, в новой германской медицине. Или у Луизы Хей тоже есть определенная, вот какая болезнь, что она дает, что она показывает, да, то есть каковы ее причины. Но опять же, всегда важно искать у человека, да. Мы можем какие-то общие принципы взять, но всегда мы ищем индивидуально. И эти индивидуальные случаи всегда есть у человека. То есть мы смотрим глубже и смотрим, а посмотрите, почему это у человека образовалось. То есть какова причина этого. И вот в этом состоянии мы рассматриваем, как есть, и убираем этот негативный заряд. Вот то, что я помогаю, я помогаю человеку не советом, не сказать даже там, вот смотри, сделай то-то, и у тебя это пройдет. Как многие люди ко мне обращаются, говорят, дай нам совет, что нам сделать. Могу дать совет, но это небольшая часть. Самое главное, это посмотреть и повысить ваш уровень осознанности, чтобы вы перестали болеть. Чтобы у вас было столько осознанности, чтобы у вас не было причин к тому, чтобы заболевать. То есть, соответственно, вы осознаете, и уже болезнь не нужна вам. Вот, то есть болезнь не нужна вам в каком плане, она уже не нужна для того, чтобы показывать вам, что нужно что-то менять. То есть вы уже сами осознаете, что нужно менять и как это нужно менять. И вот тогда у вас уходит заболевание. Вот, и при этом, конечно же, очень важно занятие спортом, да, то есть, нахождение на свежем воздухе, очищение организма, переход на растительное питание, все это позволяет телу быть в хорошем состоянии, то есть, чувствовать себя хорошо и чувствовать себя во благо, да, то есть, помогать, вот этот баланс сразу во душе и тело, вот как раз тело, когда очищенное, происходит вот эта балансировка, и вы начинаете жить осознанной счастливой жизнью. Вот, давайте сейчас сделаем небольшую практику, посмотрим, как это работает, это практика процессинга, она позволяет как раз вот посмотреть вообще, для чего болеть и как она возникла, вот, просто сядьте в удобном месте или лягте, если вам так удобнее, чтобы вас никто не потревожил какое-то время, да, вот, закройте глаза и создайте пространство для сессии, ощутите себя в этом пространстве, как сознание, свое тело в этом пространстве, вот, и дальше посмотрите, есть ли в этом пространстве какие-то факторы, Которую мы называем как недух или болезнь Что-то, что показывает вам, что что-то идет не так То есть могут быть это какие-то смутные ощущения Может быть это какое-то уже проявление в теле Или просто вы чувствуете пока это как в разуме, как какое-то недомогание Это может начинаться с состояния подавленности Посмотрите на это И дальше, когда вы это обнаружили, например, обнаружили это состояние Какая-то боль у вас проявилась В шее, например Посмотрите, откуда эта боль в шее То есть закрепощенность откуда это идет. И дальше посмотрите, что происходит с вами, почему это возникает, какие случаи у вас всплывают. Когда у вас пришел случай, перепроживите его. Перепроживите его, как будто это происходит с вами снова. То есть сделайте это один, два, три раза, чтобы убрать оттуда вот этот негативный заряд и чтобы пришло понимание. Вот придет, например, понимая, у меня болит шея, потому что я нагрузил себя какой-то работой, то есть я перегрузил себя и теперь я не могу действовать осознанно. Вот это переосознавание, то есть новое понимание жизни, озарение. И вот цель процессинга это привести человека к озарениям, к тому, чтобы он понял, почему в него, в его жизни возникают те или иные события. И вот когда человек переосознает, у него происходит озарение, вот это и есть то, что необходимо нам. То есть в этом состоянии человек действует осознанно, во благо для себя и для других людей. И вот когда происходит это осознавание, у человека меняется его состояние, он начинает жить совершенно иначе, то есть по новой. Не так, как жил раньше, а в новую единицу времени, здесь и сейчас. И у него уходит необходимость быть в этом негативном состоянии. Вот эта практика как раз она помогает в этом. Ее можно делать самостоятельно, можно делать с напарником, можно делать со мной. То есть если, например, самостоятельно не получается, можете написать мне в личные сообщения, все мои контакты будут указаны под этим видео. Лучше всего писать в вайбере, самый быстрый способ связаться со мной. И вот практику вот эту вот продолжайте, пока вы не почувствуете облегчение. То есть когда вы его почувствовали, на этом можно практику завершить и состояние ваше улучшилось. То есть вы вышли в гармоничное, здоровое, счастливое состояние. Вот. И на этом можете практику завершить, по крайней мере на этот раз и продолжить ее на следующий день. Таким образом вы будете повышать свою осознанность, целостность и увеличивать, ну скажем так, свои вибрации, да, то есть свою целостность. Вот. Если что-то, какие-то вопросы, то смело пишите мне все мои контакты под этим видео. Я открыт к общению. Можно добавляться в друзья в соцсетях. И, конечно, если видео вам понравилось, ставьте отметку нравится. Вот. Подписывайтесь на мой канал, включите колокольчик для напоминания новых видео. Они выходят ежедневно. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. Вот. Мы на сегодня будем заканчивать. Также в описании еще две моих книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Рекомендую их тоже к прочтению и пишите ваши отзывы. Сейчас на экране еще парочку видео. Это «Как изменить судьбу». Очень интересное видео про то, как меняется, ну скажем так, судьба при проведении процессинга счастья и как можно убрать все негативные заряды. И сама практика более подробно, где рассказано, тоже посмотрите это видео. Вы можете применять самостоятельно. Вот. Также мой сайт, подписка на канал. Вот. Добавляйтесь, подписывайтесь и приходите. Конечно же, буду рад вас видеть в друзьях, в соцсетях. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Мой проект «Академия счастья». Я размещаю на своем канале видео, направленные на улучшение качества жизни. Мы увидимся с вами совсем скоро. Это будет завтра в следующем видео. До скорой встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!